доброе время суток дамы и господа поводом для нашей сегодняшней встречи стало мое обращение в технический отдел я поговорил с нашими техниками и они поведали мне что очень многие из вас обращаются к ним с просьбой помочь разобраться в новом интерфейсе приставки camigo quattro приставка это не нова она много лет на рынке и я знаю что она пользуется большой популярностью в европе но и в америке она также имеет широкое хождение дело в том что приставка это было много лет на рынке с одним и тем же интерфейсом и в ней кардинально ничего не менялось но вот в одно утро люди получили новую прошивку они ее установили и жизнь кардинально изменилась особенно для тех кто постарше потому что в один миг буквально люди получили совершенно другую приставку и работает она теперь совершенно не так как работала раньше вот мы сегодня с вами с этим и разберемся и так тема сегодня как управлять приставкой camigo quattro программа картина тебе вопросы и ответы и я в данном случае ее ведущий и автор юрий тэнман мы начинаем итак друзья мои правила общие которые как я говорю всегда всем можно не записывать мы просто запоминаем если на приставке горит зеленый огонек она включена если горит красный она выключена включение производится на пульте нажатием красной кнопки сверху один раз нажали должна загореться зеленый лампочка и телевидение включится на том канале на котором вы оставили оставили на первом будет 1 оставили на пятом будет 5 громкость громкость находится на пульте рядом с колесом с левой стороны кнопки в плюс в минус сейчас вы их видите на экране у нас на пульте есть круг главный который управляет есть несколько ключевых кнопок с помощью которых и производится управление картиной тиви главная кнопка у нас с вами в данном случае кнопка tv или кнопка back мне кажется что кнопка бэк расположена удачнее на пульте просто потому что когда вы держите пульт вы можете совершенно спокойно сразу же до нее дотянуться и не надо тянуться наверх на кнопку тв поэтому не имеет значения давите ли вы кнопку бэк или кнопку тв она работает и функция в данном случае несет одинаковую и поэтому я считаю что мы будем с вами учиться пользоваться кнопкой бэк и первое что мы делаем мы ее с вами и давим мы надавили на кнопку бэк и мы с вами увидели столбики в данном случае их два первый столбик разбит на разделы и мы видим с вами развлекательные детские музыкальные спортивные украина израиль и тому подобное и в правой стороне мы с вами видим картинки но мы с вами видим здесь не передачи и каждая строчка это не передачи это номер канала например 145 интер 146 стб 147 1 плюс 1 нету программы передачи но мы с вами видим каналы и в данном случае мы видим что с левой стороны в левом столбике у нас папка украины сейчас выделена более ярко серым цветом давайте мы выйдем налево то есть мы на колесо нажали налево для того чтобы нам было ярко видно где мы сейчас находимся мы сейчас белым выделена украина находимся как раз в левом столбике мы ушли налево у нас есть колесо и на нем если нажать на колесо налево мы уйдем налево если нажать направо направо если вверх это вверх если вниз это вниз мы сейчас с вами жмем наверх и по одному разу обратите внимание видите не надо держать долго то вы будете перескакивать видите куда мы аж перескочили у нас пошла полная путаница не держите кнопку долго пальцем отпустите палец один раз нажав действительно как на реальную кнопку раз и вы на одну строчку выше два вы еще на одну еще на одну и вот мы с вами давайте выберем ну чтобы нам было всем понятно общие и вот мы с вами вышли в общие каналы и мы сейчас видим что канал россия один чуть чуть ярче по серому цвету они черный чем остальные это значит что при общих каналах у нас с вами определен первый канал от которого начинается отсчет общих каналов принцип управления картины теле он очень прост он на абсолютно такой же как был в наших бывших советских библиотеках давайте вспомним мы приходили в библиотеку книжки были расставлены по полкам книг было много как их найти мы подходили к тетеньке библиотекарша она нас отправляла к нужной полке отдельно стояли книги по искусству приключенческой литературы фантастика русская литература классика все было удобно и грамотно а теперь давайте посмотрим у нас с вами сейчас есть левый ряд в котором надписи общие познавательные природа и туризм хобби и досуг новости развлекательные детские музыкальные и так далее список не ограничивается музыкальными вниз он идет ниже и в скобочках после каждой надписи например общие у вас написано количество каналов которые входят именно в эту папку назовем их папки но в принципе это те же полочки которые были в библиотеке там мировая литература книги по искусству историческая приключенческая фантастика поэзия здесь тоже самое общие это каналы или книжки как хотите так их и называете в данном случае все-таки это каналы они расставлены как книжки по полочкам и на этой общей полочке у нас вами 27 каналов ну или книг как в библиотеке если мы сейчас с вами перейдем на познавательные обратите внимание у нас поменялась картинка не только слева где появилась надпись познавательные но у нас появилось и другое содержание каналов и теперь каналы познавательные серым более ярким цветом обозначены первый канал с которого и начинаются познавательные видите сверху на общих сейчас левой стороны на папке общую на скобочках стоит цифра 27 значит их 27 каналов а следующий стоит полочка как книжным шкафу познавательные да и вот познавательные если считать книжки пальчиками то первая книга или первый канал будет уже иметь 28 номер то же самое происходит и здесь каналов в скобочках мы видим до 13 а первый канал который стоит у нас и обозначен более ярким серым цветом это канал 28 соответственно потому что это первый канал от познавательных и мы видим что это виасад history channel если мы сейчас с вами уйдем на новостные каналы то соответственно у нас уже 50 61 канал евро если уйдем в детские там же еще было какое-то количество каналов мы их пропустили 77 канал начинается и их 11 каналов детских вниз для того чтобы перейти к этим каналам нам надо уйти в следующий соседний столбик движение внутри столбика осуществляется кнопками вверх вниз видите сейчас мне нужно вверх я иду вверх если мне нужно вниз я давлю на нижнюю часть колеса под кнопкой окей и я прохожу вниз по одному разу потренируйтесь делать это по одному разу давите быстрыми резкими движениями если мне нужно уйти в каналы непосредственно и выбрать уже как говорится книжки на полочке тогда я должен перейти в следующий столбик который находится справа у меня на экране я выбираю например папку познавательные наиболее интересные каналы на нашем телевидении и посмотрите мы сейчас выбрали познавательные но мы хотим посмотреть что же там за каналы у нас в эту папку входит для этого один раз мы давим на правое колесо на правую сторону колеса раз и у нас стали яркими картинки и яркие надписи серым теперь уже очень ярко выделен 28 канал via search history мы допустим не хотим сейчас смотреть его просто хотим посмотреть что здесь есть за каналы и видим внизу у нас стоит канал россия кей это россия культура как него попасть очень просто когда я сейчас нахожусь уже здесь я движениями вниз по одному движению ухожу и ставлю на серую полосу канал россия культура сейчас он у меня выбран но программы передач нет что по нему идет у нас справа на этой серой полосе высветилась стрелочка вправо это говорит о том что там есть еще один столбик и теперь движением вправо мы уходим с вами туда мы нажали на правую сторону колеса и у нас появилось еще два столбика обратите внимание их два а не один в первом столбике у нас с вами обозначена программа передач а во втором столбике у нас самый узенький столбик с правой стороны заметьте здесь у нас есть часы с указанием даты и времени 10 43 сейчас суббота 27 марта так вот с правой стороны над часами у нас есть еще один столбик с датами где стоит 28 27 26 ну и обозначены соответственно дни недели так вот посмотрите сейчас мы с вами видим что у нас зеленым кружочком под надписью успех видите зеленый кружок у нас обозначена зеленым кружочком та передача которая в данную минуту идет в прямом эфире обратите внимание она у нас идет по времени рядом с зеленым кружочком с 10 20 и будет идти до 11 50 в 11 50 следующая программа феликс петуваш художник из байкопа у нас стоит время 11 50 12 30 это когда начнется следующая передача по сетке программы передач сетка программы передач может быть настроена по разному в данном случае она у меня настроена с задержкой в семь часов сделано это умышленно у меня в соединенных штатах разница сейчас с москвой составляет семь часов и для того чтобы программа у меня выглядела на экране и шла так же как она шла в москве и чтобы мне было привычно что например вечерние новости начинаются привычно восемь часов вечерние сериалы идут вечером а дневные или утренние идут утром или днем я эту разницу во времени в настройках установил если вы хотите смотреть непосредственно прямой эфир из москвы то тогда вам надо снять эту задержку вещание или ее не устанавливать как она снимается или как она устанавливается выложен специальный ролик и описание на него будет сделано у меня на этой странице вы сможете в него попасть он так и будет называться как смотреть прямой эфир из москвы теперь посмотрите где обозначена есть ли у вас эта задержка или нет дело в том что при настройке абонемента когда вы его вводите первый раз вам по дефолту картина тиви учитывая часовой пояс который устанавливается с помощью вашей интернетной кампании как правило автоматически сама приставка подбирает время задержки с москвой кстати делает она это не всегда правильно и желательно бы проверить как убедиться в том что у вас все верно давайте до секунды вернемся назад и уйдем влево где у нас сейчас обозначена левая стрелочка и вот посмотрите у нас с вами сейчас стоят каналы видите двадцать девятый тридцатый тридцать первый тридцать второй это в правом столбике и мы после каждого канала видим цифры минус 7 минус 7 минус 7 видите в квадратных скобочках обратите внимание что есть каналы на которых есть этот так называемый установленный таймшифт разница во времени с москвой а есть каналы которые всегда по любому показывают вам программу как бы в прямом эфире например вот канал ювелирочка не имеет эти минус 7 бест маркет тоже не имеет триста шестьдесят hd не имеет так вот на большинстве каналов вы действительно реально увидите цифры семерки до их большинство кстати имейте ввиду друзья что не всегда настраиваем мы по москве я все время говорю по москве постольку поскольку я сам россиянин и сам из санкт-петербурга поэтому я смотрю российские каналы хотя украинских тоже очень много интересных но я смотрю россии мне удобнее настраивать по московскому времени если вы больше смотрите украинские каналы то наверное имеет смысл для вас установить например задержку вещания не по москве а по киеву или например вы можете установить по еревану если вы больше смотрите армянские каналы ну и так далее это удобно многие меня спрашивают а я не хочу ждать вечера чтобы в девять часов вечера в десять смотреть какое-то кино которое будет поздно а я рано ложусь спать что же мне надо мне передвинуть и снять эту задержку вещание чтобы смотреть по москве допустим в час тридцать если разница там семь часов или восемь часов времени чтобы уже в час в два часа дня я мог там или могла посмотреть любимый мной сериал я не хочу ждать у меня там самой интересной серии что делать тогда друзья мои многие делают ошибку они снимают этот time shift они снимают эту задержку вещание устанавливает в ноль потому что они думают что вот теперь они будут смотреть все наперед это неправильно не надо ничего менять дело в том что разница во времени в данном случае прекрасно работает на вас давайте выберем первый канал ну потому что он самый распространенный программа его как правило известно большинству и вот мы видим с вами стрелочку вправо мы опять же вправо заходим в программу передач и видим обратите внимание что же мы с вами видим что сейчас у нас идет шоу сто к одному она выбрана серым цветом и она сейчас у нас как бы идет в прямом эфире но с задержкой и поэтому сейчас вот по нашему времени она в 11 часов как у нас 11 так и в москве как бы в 11 часов она закончится да это шоу сто к одному но это в москве было 11 часов но сейчас в москве уже далеко не 11 часов разница во времени как я уже сказал работает за нас поэтому те кто знает что такое архив они понимают что есть зеленая точечка на экране сейчас данном случае это то что идет сейчас а есть красные и синие точки это то что называется архив так вот архив дает нам возможность во первых не только смотреть передачи которые были в течение двух недель они уже записаны их можно смотреть так вот обратите внимание что эти записанные программы идут после 11 часов и это возможно только потому что в москве они уже записаны и соответственно нами выложены и поэтому программа вести которая начнется в 11 а сейчас у нас только 10 50 как бы через 10 минут ее уже можно смотреть юмор можно смотреть можно смотреть аж до того момента как в москве будет 16 часов 55 минут когда уже выложена очередная серия фильма чужие родные четвертая серия и поэтому совсем не обязательно ждать ее до 16 часов 55 минут когда она начнется по программе передач а учитывая что она с красной точкой ее можно смотреть уже прямо сейчас как и вот здесь мы с вами подходим к интересному моменту мы с вами начинаем следующую часть нашей передачи она называется как пользоваться архивом итак посмотрите в архиве у нас есть не только красные точечки но и синие давайте найдем где-то такой канал где синие точечки у нас есть видите посмотрите чем отличаются красные точки от синих если красные точки это программа передач для вас просто записано то синие точки это так называемая функция телетеки это синие точки дают вам возможность просматривать программы записанные уже без рекламы реклама вырезана за вас и вы смотрите всю передачу не прерывая просмотра удобно но здесь есть один нюанс и я я хочу о нем сказать дело в том что вот эта функция телетеки очень сильно зависит от непосредственно интернета его качество здесь даже скорее не скорость которая у вас многие имеют очень сильный интернет и сегодня в современном мире в принципе проблем со скоростью ни у кого не возникает но вот качество само по себе передачи интернета оно во многих районах разное и если у вас интернет очень стабильный хороший и грамотный то у вас функция телетеки будет работать изумительно если интернет у вас не всегда хорош и к сожалению это случается в каких-то районах или в каких-то странах не то обратите внимание у вас может происходить подобный эффект я его опишу вы включаете какую-то программу вы смотрите вы решили сходить в магазин или налить себе кофе вы поставили на паузу и отошли от телевизора а когда вы с паузы снимаете она вдруг вам не продолжает показ передачи с данного момента а отбрасывает на начало или даже может выбросить совершенно в другую передачу эти скачки мне лично очень не нравится они не нравятся и моим клиентам у которых увы иногда это случается поэтому иногда я рекомендую в таких случаях функцию телетеки отключить и как это сделать это очень легко сделать и тогда можно зайти на специальный ролик который так и называется как отключить и включить функцию телетеки в приставке комига квадро друзья мои с чем это связано я в двух словах буквально скажу если интернет был нестабильный в какой-то момент он срывается то удержать паузу в данном случае приставка не может и она теряется и в этот момент она может отбросить куда-то вас непонятно куда но это опять же посмотрите потому что случается это далеко не у всех и не часто я советую вам включить функцию телетеки и понаблюдать если это будет случаться и если это случаться такие сбои у вас в интернете будут часто то это не страшно и не самая главная функция и я легко обхожусь вообще без нее и тогда можно пользоваться прекрасно ее отключив пока давайте дадим время нашим разработчикам в германии это выправить они серьезно работают с этой проблемой как подстроить приставки картина тиви под любой интернет поверьте мне это будет сделано техники у нас очень грамотные так вот в данном случае как же пользоваться архивом посмотрите все очень просто давайте с вами сделаем то что я лично называю порыться программе передач для того чтобы вам не приклеиваться к одному каналу а это очень нехорошо потому что телевидение картина тиви невероятно объемная и невероятно интересная я обязательно сделаю программу которая позволит вам узнавать каждый раз новое о каком-то новом канале и эта программа появится буквально в ближайшие дни она будет на еженедельной поэтому не забудьте подписаться на канал для того чтобы получать рассылки о том что такая передача появилась и так посмотрите мы с вами уходим влево и давайте посмотрим мы с вами хотим что-то интересное посмотреть и мы с вами уходим с папки общие например на папку познавательные одно движение вниз на колесом мы с вами в познавательной папке теперь мы с вами заходим программу viasat history это исторический канал аналог американского канала discovery но европейский и мы с вами уходим направо для того чтобы посмотреть что же там интересного было и мы с вами видим какие-то передачи мы с вами идем по списку вниз и выбираем интересные передачи и видим военные заводы кольт и калашников поверьте мне это будет программа от которой вы точно не сможете оторваться шесть жен с люси уарсли в разводе наверное тоже интересный фильм или цикл передач потому что я вижу что она не одна эта передача а я вижу что их было много обратите внимание я зашел вниз и зашел в субботу и у меня исчезли и красные и синие кружки это говорит о том что программа еще не записано поэтому рыться в программе передач соответственно лучше конечно наверх где уже все записано аж на две недели и заметьте сейчас у меня с правой стороны показано 27 суббота да потому что сегодняшнее число но если мы вдруг вот сейчас у меня утро видите 6 утра 6.50 вот 5.55 5 утра 4 и мы постепенно подходим к началу дня и вот она первая программа субботы 05 5 минут первого которая была сегодня но если я сделаю еще один шаг наверх у меня сменится дата справа посмотрите раз и у меня уже пятница 26 число поэтому если я вдруг хочу программу не сегодняшнюю а допустим за несколько дней назад это не значит что я вот так должен идти наверх все дни я просто перехожу направо в следующий ряд сейчас у меня в квадратике в белом стоит пятница а я выбираю любой день наверх например я выбрал воскресенье 21 у меня уже стоит программа вот воскресенье 21 числа я просто налево ухожу в следующую строчку в левую и вижу что у меня идет программа воскресенье и я уже в ней конкретно выбирают то что я хотел посмотреть если мне что-то не понравилось в этом канале я думаю нет здесь мне не интересно я ухожу налево и смотрю а что у меня в следующем я смотрю виасад explorer или канал история или канал культура вот что идет интересного по культуре я ухожу направо у меня программа передачи для культуры и я действительно смотрю что здесь интересного идем наверх о видим передвижники илья репин и в этот момент я нажимаю на кнопку ok в центре пульта мы с вами надавили на эту кнопку окей и у нас пошла с вами передача передвижники и постольку поскольку она у нас записана в архиве и мы сейчас смотрим из архива и и это говорит о том что мы можем ей управлять у меня есть кнопка ok и в данном случае она превращается у меня в кнопку пауза и снять с паузы если я сейчас нажму на кнопку окей у меня изображение остановится я могу пойти налить себе кофе вернуться с чашкой и опять нажав на кнопку окей у меня передача продолжится теперь посмотрите если мне нужно перемотать то все очень просто например началась реклама я не хочу ее смотреть и хочу передвинуть туда где рекламы уже нет к началу этого следующего сегмента все очень просто как по шкале времени нас учили на уроках математики налево назад до нашей эры время идет до от нуля а направо вводит нас в будущее то же самое здесь от кнопки окей налево назад направо вперед в правом углу экрана при нажатии этих кнопок у меня будет появляться цифры которые по одному нажатию будут прибавлять мне по одной минуте давайте это сделаем и я по одному разу учитесь это делать по одному разу они держите кнопку и мы с вами видим что у меня прибавляется смотрите плюс 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 и плюс 5 минут и мы с вами передвинулись на 5 минут вперед набрав нужное количество минут мне совершенно не нужно давить какие-либо кнопки еще не надо давить кнопку окей ничего не делайте набрали нужное количество отпустите руку пульт не трогаем приставка перебросит нас на 5 минут вперед если нам нужно назад мы с вами давим минус 1 минус 2 минус 3 минус 4 минус 5 и мы с вами вернулись туда где были обратите внимание что снизу в данном случае даже нажму на паузу чтобы вам было видно видите у меня сейчас стоят нули белые большие это и нули говорят нам о том насколько я хочу передвинуться а вот что означают оранжевые цифры внизу это цифры от начала передачи в данном случае мы сейчас с вами находимся на две минуты 9 секунд от начала передачи поэтому если вам надо переставить футбольный тайм на 45 минут и вы видите что уже две минуты прошли значит смело перед кидывайтесь на 43 минуты и попадете там на последнюю минуту первого тайма ну прибавьте перерыв то есть это легко но если мне нужно например передвинуться не на одну минуту набирая да а вот давайте снимем паузу а вот так не набирая по одной минутке видеть плюс 1 плюс 2 плюс 3 если я буду держать эту кнопку то я видите пройду очень быстро до конца передачи и дальше я перемотать не могу передача закончилась поэтому перемотка у вас будет проходить по количеству времени который занимает непосредственно в эфире сама передача если она идет час то в течение часа вы можете передвинуться на любую точку но не на час 15 вперед потому что передача закончилась и дальше невозможно по ней переходить направо то есть нельзя перемотать на 5 часов назад или на 5 часов вперед от какой-то точки вы дойдете до конца передачи и перемотка закончится теперь же поговорим вот о чем как поступить если нам нужно осуществить перемотку в программе которую мы смотрим не на одну минуту там не на две минуты а если нужно точная перемотка допустим на 10 15 20 секунд если такая возможность приставки да есть у вас на пульте на колесе при движении налево направо когда вы смотрите программу из архива и лево это назад право это вперед мы с вами помним но у нас есть еще функция вверх и вниз если вы нажмете на верхнюю часть колеса то соответственно у нас появится нули и видите мы прибавляем по 10 секунд вот нам нужно 40 секунд мы отпустили руку плюс 40 секунд у нас перемотка нам нужно вернуться назад нет никаких проблем мы это можем легко сделать если мы нажмем на нижнюю часть колеса умеете у нас получается минус 10 минус 20 вот сейчас на 20 секунд мы возвращаемся назад что бесспорно удобно и последнее есть у нас на пульте также кнопка которая называется меню это крайне полезная кнопка будем говорить так она вторая по важности она дает вам большие возможности ну во первых это вход в youtube о нем мы поговорим отдельно и я расскажу и сделаю ролик как пользоваться ютубом на приставке комига квадро он будет обязательно сделан и следите за нашими обновлениями на канале главное он дает возможность вам еще и использовать очень полезную функцию которая называется поиск и это очень удобная функция давайте заглянем нажмем на кнопку меню и увидим что у нас здесь расположена и мы с вами видим что мы с вами попали выраздел телевидение он выделен более серым цветом и с правой стороны мы видим разные кубики вот россия культура 1 плюс 1 rtg это канады на которых мы побывали в последние разы и мы видим что вниз у нас расположена строчка видеотека это очень интересная строчка и здесь мы видим теперь кубики поменялись у нас старт море тиви айви ока армянская видеотека мега го и их много я не буду сейчас рассказывать ни про видео теки не про то как ими пользоваться потому что опять же думаю что у нас в ближайшие дни появится отдельный фильм как пользоваться видеотеками на приставке комига квадро опять же следите за обновлениями не забывайте подписаться на канал тогда будете получать по эмэйлу или по телефонам эсэмэсками сообщение о том что такое обновление выставлено но у нас сверху есть строчка поиск мы с вами выбрали ее и мы с вами видим что сейчас мы с вами находимся в поиске если мы теперь нажмем на кнопку окей то у нас высветится кейборд и все становится крайне просто мы выбираем название фильма который мы хотим посмотреть или название передачи которой мы точно знаем что она была и мы не знаем просто где ее найти или просто найти то что мы хотели бы может быть кто-то и показывал давайте в данном случае наберем фильм осенний марафон для того чтобы посмотреть был ли он или нет мы выбираем вверх-вниз слева-вправо видите как в тетрисе я катаюсь по кубикам я выбираю буковку о я давлю окей она отпечаталась у меня сверху если я вдруг ошибся буквой то у меня на кейборде с правой стороны есть широкая стрелочка с крестиком давайте я даже выберу и и вот она чтобы вам было понятно и это стиражка это очень удобная кнопка для того чтобы вам стереть ненужную букву еще удобнее воспользоваться этой кнопкой на пульте это самая нижняя правая кнопка и она имеет такое же изображение как и здесь на кейборде тоже со стрелочки сейчас вы видите где она расположена на пульте но мы выбрали букву о теперь мы найдем букву с нажмем на кнопку окей у нас отпечаталось с теперь мы таким же образом быстренько набираем название осенний мы играем как в тетрис мы помним что две буквы слове осенний в русском языке выбираем букву и и и и и краткое и мы получаем осенний в принципе как и в любом поисковике можно не набирать все название можно набрать какое-то одно ключевое слово и поисковая система по нему уже найдет все что нам осталось сделать это завести эту поисковую систему для этого существует внизу кнопка ввод но прежде чем нажать ее давайте посмотрим что есть еще на кейборде для того чтобы полностью закончите эту тему у нас есть кнопка очистить она позволяет очистить нам всю строку набора а не убирать отдельно взятую букву у нас есть пробел это в том случае если нам нужно с вами сделать пробел между словами что в нашем случае в принципе тоже возможно так как у нас два слова осенний пробел марафон у нас с вами есть кнопка с изображением языка русский здесь можно поменять шрифт на английский в принципе это никогда не пригождается в программе передач редко встречается название на английском языке а все фильмы в видеотеках у нас названы по-русски но это важная кнопка потому что нажав на нее на окей и попав таким образом на английский алфавит сверху у нас выставлены цифры от одного до нуля и и таким образом легко завести в поисковую систему если название серия или там год 1984 если нам что-то подобное нужно набрать то имейте ввиду что цифры у вас здесь есть но мы вернемся теперь на кнопку ввод давайте же нажмем ее и посмотрим что произойдет итак посмотрите сейчас приставка занимается поиском и мы видим что она нашла нам прежде всего и открыла видеотеки и в одной из наших видеотек мегога есть фильм осенний марафон и мы можем спокойно его посмотреть но нас интересует найдет ли она что-либо еще приставка да и мы видим что она нашла обнаружил в видеотеке старт она обнаружила что-то в видеотеке на запрос осенний айвиай и главное она просмотрела нам телепрограмму и на всех каналах от украины до россии давайте посмотрим что удалось обнаружить смотрим и ищем есть ли у нас осенний марафон давайте посмотрим о и мы с вами видим канал мосфильм золотая коллекция фильм осенний марафон нам вытащила его приставка из непосредственно программы передач и если мы сейчас нажмем с вами на кнопку окей у нас с вами начнется трансляция этого фильма но я сейчас этого делать не буду по соображениям авторских прав к сожалению youtube блокирует даже маленькие фрагменты которые я беру из известных фильмов и блокирует мне видео чтобы избежать подобные блокировки вам придется поверить мне на слово что действительно если сейчас будет нажата кнопка окей то у нас появится полная возможность просмотреть фильм осенний марафон а мы пока с вами тогда вернемся туда где мы были нажав на кнопку back мы с вами вернулись обратно в телевидение и на этом наверное друзья бы можно было бы закончить но у меня осталась очень важная тема которую я не могу не осветить и эта тема касается прежде всего наших родителей довольно часто телевидение русское мы ставим не для себя а скорее для них и здесь возникает вопрос они часто пугаются нашего телевидения говорят что это очень сложное управление очень много каналов и таким образом они как бы его побаиваются но бояться нашего телевидения не нужно потому что меня часто спрашивают есть ли какой-то самый простой способ для наших родителей которые уже находятся допустим в почтенном будем так говорить в возрасте управлять очень просто картиной тиви и ответ можно как посмотрите у нас на пульте есть кнопочки от одного до нуля этими кнопками можно управлять поэтому все что нам нужно сделать это настроить приставку посадить родителей перед телевизором самим нам взять пульт нажать на кнопку back в данном случае и войти в программу передачи для того чтобы нам сейчас было удобно мне вам объяснить как это делается мы уйдем налево выберем папку общий зайдем в канал россия 1 увидим его и по списку он у нас стоит под номером 1 1 россия 1 да потом идет второй канал НТВ третий НТВ Америка вы видите что все каналы у нас пронумерованы от первого до последнего и все что нам нужно сделать это составить список любимых каналов для родителей поэтому мы садимся и просто спрашиваем дорогие родители первый канал любим россия 1 они говорят да конечно и мы пишем россия 1 дальше пишем канал номер 2 НТВ канал номер например 4 РЕН ТВ если они любят неразгаданные тайны планеты неопознанные летающие объекты канал спорный очень но довольно интересный канал ТВ Центр очень интересный с такими программами как хроника московского быта история создания советского кино там очень много интересного хорошие сериалы канал ТВ Центр и вот так мы с ними проходим все каналы например канал Дождь любим ли мы альтернативные новости не такие как по центральным каналам канал РТР планеты я знаю очень многие любят канал Пятый Санкт-Петербург показывает в основном 24 часа в сутки сериалы и в основном либо военные либо детективные что тоже нравится нашим родителям домашний прекрасный канал и вот запишите все эти цифры там 12 13 15 и дальше посмотрите я сейчас вернусь в телевидение чтобы нам было понятно вот включили телевизор родители нажали на кнопку включения это первая кнопка а дальше просто выбирают каналы цифрами нужен первый надавили на 1 в правом углу высветилась цифра 1 и вы попали в первый канал нужен канал номер 10 набрали 1 0 и попали в канал дождь таким образом вы легко выбираете любой канал если вам нужно еще второй простой способ управлять как это было в нашем бывшем советском союзе нажатием одной кнопки и переключать каналы с одного на другой то здесь такая возможность тоже есть справа от колеса на пульте опять же видим на экране у нас есть кнопочки P плюс P минус и P плюс нам прибавит канал а P минус его уберет уменьшит и мы таким образом можем просто перемещаться по списку каналов мы давим следующий и у нас канал номер 11 давим следующий у нас канал номер 12 и таким образом мы можем переходить можно нажимать очень быстро на каналы на кнопку и тогда мы будем перепрыгивать быстро по списку вот посмотрите я сейчас быстро быстро уйду в 30 каналы я просто быстро быстро их набираю и видите она у меня как быстро быстро перепрыгивает то есть таким образом у нас происходит перестановка каналов мы можем находить что-то интересное поверьте каналов очень много, очень много. И таким образом вы всегда можете найти что-то интересное. Пожалуй, с телевидением все. Мне осталось сказать вам самую-самую малость. В нашем списке, обратите внимание, есть каналы сугубо для взрослых. И в эти каналы нужен специальный вход. Вы можете попасть в данные каналы, но я не буду об этом рассказывать, чтобы избежать обучения этому аспекту наших детей. Ни в коем случае они на эти каналы, конечно, попадать не должны. Поэтому, если у вас возникнет вопрос, как нужно и как можно поменять код на закрытые каналы, и как смотреть эти каналы, пожалуйста, обратитесь в техническую службу в Германии к вашему дилеру, и они бесспорно помогут вам с этим разобраться. Это очень просто. Смотрите на здоровье наше телевидение, пользуйтесь им. Нам осталось осветить две темы. Это тема входа в YouTube и как пользоваться видеотеками, которых много и в которых очень интересные фильмы. И, конечно, мы с вами этому научимся. Будут выпущены ролики, следите за ними. Подписывайтесь на канал, тогда будете еще раз, напомню, получать рассылку о том, что такой ролик появился. С вами был ведущий программы и ее автор Юрий Тенман. Вы были на канале «Картина ТВ. Вопросы и ответы». Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте ваши вопросы. Всего доброго, до новых встреч. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин